Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Очередной FFA-сериал в Endless Space 2. Очень мне нравится в неё играть. Я много за грацию играл. Нравится в неё играть. Играю за люмерисов. Мне говорят, что это самая слабая нация в Endless Space 2. Вполне возможно, это так. Я хотел, на самом деле, за повелителей времени, но вот ребята порекомендовали, что за неё лучше сначала попробовать поиграть против компьютера. Я действительно не играл за люмерисов, хотя бы играл. А за повелителей времени ещё и не играл ни разу этот, который Рифтборн. Поэтому за люмерисов, а за сафонов. За сафонов и Горацио уже есть FFA-сериалы. За Единую Империю я на стриме играл. Тоже можете посмотреть. Что-то остаётся Пожиратели, Властелины Времени, Несгибаемые, Водяны и Люмерис. Водяны мы договорились, что всё-таки в сетевых играх, это пока Убер-нация, лучше её не использовать. Ну, чтобы немножко всё-таки в равных были. И Люмерис, Несгибаемые, Пожиратели и Властелины Времени. Пожиратели – это всё-таки агрессивная нация, не мой пока выбор. Я, скорее всего, за них самыми последними сыграю. За Властелину Времени надо поиграть. А Несгибаемые я играл, и тем более против меня постоянно ими играют. Как-то неинтересно. А вот за люмерис мало кто играет, тем более, что она типа самая слабая. Вот интересный вызов попробовать. Приятного вам просмотра. Ничего себе, Пожиратели. Ну вот, смотрите. Сафоны, Несгибаемые. А, слушай, Пожиратели вон у Демоникса. Демоникс рассказывал, что тут у них поломанная механика и взял Пожирателей. Да нет, у них неправильная механика, они достаточно сильные. Они будут на месте на четвертом. Спасибо. Эй, Демоникс, не выноси меня сразу, как я буду рядом. Да нет, тут чем дольше, тем они слабее. Ну это, короче, это Демоникс, это типичный Демоникс, который за некрофагов играет. В общем, ничего нового. Я мог бы сейчас Дегорацию сыграть. Вообще не удивил. Вот там, наоборот, чем дольше, тем лучше. Если на вторую половину игры перешел, то можно вообще не беспокоиться. По моему мнению, компьютер вот в Endless Space 2 послабее, чем в Endless Legend. Откровенно. Как-то, я не знаю, может я типа такой уже натренированный, но, по-моему, он тут похуже. Эти четыре семьи учитывали Лумерисы за годы. Может, куда я могу без проблем? Противляющее цивилизации зельцов, устремленных к накоплению благ. Торговля. В общем, мы не колонизируем планеты, а покупаем их. Мы такая улиточка. Герой. Пацифист. Так, давайте сразу назначим систему. Доступных очков пока нету. Систему мы тут не колонизируем, а покупаем. Так, давайте сразу исследуем. О, это неплохой, кстати, ресурс. Так, зонды отправили. И на втором. Где мы вообще находимся? Блин, в центре практически. Практически. Форрис. Так, багровую специю нашли. Два золота, одно... Одна еда. Ресурс роскоши обнаружен. Это вот у меня уже сразу открытая технология, видите? Сколько колонизация стоит? Четыре. Ну, пока подождем. Так, а как у люмерисов будут колонизироваться планеты, если не чисто за деньги? Я просто буду выбирать... Планету, если... Есть возможность... Если есть возможность колонизировать, мне покажут, сколько денег надо заплатить, да? Вот ты платишь деньги за колонизацию, после чего... Стой больше. Ты либо ждешь, когда она колонизируется, либо платишь еще деньги и опять ждешь. У вас как за обычную. Да, у них ужасная колонизация. Хорошая колонизация. Но это только звездная система. А планеты у звездной системы, как обычно, просто строишь. Да, как обычно. Либо покупаешь. Не выбрал. Что строить? Что из-за... Заселяй эти плодородные, самые первые. Там на них бонус получаешь. Хотя бы хоть какой-то. Плодородная. И на бонус от сбора населения можешь особо не рассчитывать. От 50 человек. Чего не рассчитывать? Я говорю, можешь на бонус от сбора населения в 50 тушек не рассчитывать. А что, там фигня полная? Там 250 золота дается. На империю. Вход? Просто, да, вход 250 золота. А, вход 250 золота. Ну, еще более-менее что-то. Ну, когда у тебя будет 50 человек, которые каждый из них сколько там золота дает, то это уже фигня на самом деле. Ну, да. У других-то там процент к чему-то, я помню. Так, что у нас тут? Неблагоприятная маленькая леса. Ага, вот. А, 203 золота. Вот мне стоит... Вот это я, наверное, зря сделал. Сразу нажал, мне даже подтверждение никакого не было. Да, в начале, по-моему, сколько? 300, да, золотых? Да. То есть, надо было посмотреть, какие другие системы. Еще я тут сразу колонизирую. Так, а тут есть какие-то... Будешь сказать, что оно на плодородье. У деревьев должна была быть колонизация. То есть, ты выбираешь планету, покупаешь, и все, планета сразу твоя. Ну, это было бы слишком имбово, мне кажется. Как раз было бы нормально. То есть, а у деревьев это не имбово, да? А так ты тратишь деньги на колонизацию, после чего ты либо ждешь, либо опять тратишь деньги, но все равно ждешь. Ну, тут имеется в виду, что, типа, ты не тратишь производство, чтобы кониальный корабль построить, и жителя, соответственно. Еще неизвестно, что лучше потратить производство, пару ходов, либо потратить там 400-500 денег. Ну, да, с этим я соглашусь. И при этом ты все равно будешь так же ждать, как те, кто построит колонизационный корабль. Смотрите, тут тратят деньги не влияние, а деньги на то, чтобы улучшать отношения с ребятами. Это интересно. Так, аномалию нашел. Тут пока ничего. Ого, плюс 25 влияние. Так, араки, ассимилируйте малую фракцию. Присутствуйте не менее, чем на данном количестве планет, на пяти планетах. Ну, вот, скорее, я пять планет колонизирую, как мне кажется. Эти две уже, типа, я присутствую на двух планетах. Так, пока тут повешу на этой системе. А в накрасе у нас что? Неблагоприятные, неблагоприятные, неблагоприятные. Ну, в принципе, может и правильно я колонизировал. Ту, хотя посмотрю, что вот на Сириусе. Так, агидра. Это аномалия, что ли, тенденция эволюции? Это то, с такой скоростью пробывает пища. Просто перевод корю. Так, давайте тут продолжим. А, еще не могу. Хорошо, а здесь я могу аномалий. Тут Сириус, наверное, хорошая система. Должна быть. О, Сафоны. Здорово, Бифокуст. Ну, че, чей Сириус? Он очень близко к тебе. Ну, да. Ну, там у меня три системы, и все. Сколько мне стоит их 321? Слушай, ну, они все неблагоприятные, в принципе. С другой стороны, тут хорошие аномалии. Вот я бы Сириус-2, наверное, колонизировал бы. Все, давайте мы ему границы закроем. Ага, 190, круто. Вряд ли мы ему границы закроем. Ладно, пока вы будете восстанавливаться. Полечу дальше. Станьте первым, кто получит 3 уникальных улучшения звездной системы в своей империи. Ну, это апгрейд, вот, я так понимаю, систем. Так, колонизация пошла. О, я не то открыл. Блин, не то открыл. Мне надо было на планету вот эту открывать. Плюс 10 в плодородный. О, блин. И туда потратил науку. Не, ну, это в будущем пригодится, когда будет много. Но надо-то было сейчас. Так, а где на деньги у меня что? Вообще, мне бы на деньги побыстрее открывать. За уровень системы плюс 25. Ну, вот эту, значит, многопотоковую надо открыть. О, домашнюю систему. Люмериса. А, так у тебя Сириус соседняя получается вообще. Ага. Ну, ладно, колонизируй. Ну, ладно. Так, ну эти ребята далековато. Такие-то милитаристы. Маленькая муссонная. Но мне нужны эти плодородные. Все как-то не очень. О, плюс 150 пыли. Круто. Могу какую-нибудь планету колонизировать скоро. Надо подумать. Ну вот те, что мерцают, это те, которые я могу колонизировать. А, ну и плюс еще тут, видите. Ну вот Накос надо посмотреть. Накос, выкусь. Таймер можно сейчас поставить, поставьте. Да, поставь, пожалуйста, Владимир Андрей. Зачем ты себе взял ник Владимир Мономах? Возьми Андрей Мономах. Так. Вырослили, ребятки. Ну, я поставлю в очередь просто. Почему она не ставится? Так, мы подвисли, никто не ходит? Развисло. Ага, вот. Я пока поставлю в очередь, но просто чтобы производство никуда не делось. Следующим ходом. А на Гидре кого-нибудь можно колонизировать? Но они все неблагоприятные. В общем, минус 20, к счастью. Минус 10, минус 20, минус 20. Хорошо, на Накосе. Минус 20 будет. Нажми на Escape. Показать настройки таймеров. Правом верхнем углу. О, земного типа. Вот это, как и нормальное будет. 322. Плюс 1 за каждого жителя на империю. Отлично. И титан еще нашли. Замечательно. Ну, вот эту вот тут можно и колонизировать. Так, я, пожалуй, полечу обратно. И позапускаю спутники отсюда. Может, еще тут будут какие. Ну, так пока вот. Вот это дело. Ну, блин, она далеко от моей материнской. То есть, это вот самая нормальная система, из всех, которые я встретил. Хотя, вот этот Красс тоже ничего. Красс 1. По до минус 2 науки на каждого жителя. И все остальные не очень благоприятные. Ну, блин, фиг знает. Айкима. Ну, все как-то не мои. Накос. Ну, минус 5 счастья будет. Лиз. Нет, я просто ходил долго. Не знаю, мне все это тут не нравится. Тем более, столько денег тратишь. О, бифокус академию обнаружил. И где она? Видите, производство перешло. Иначе бы оно пропало, производство. Прошло. Ставь на части, кольцо. То же самое, как и науки касается. Поэтому надо всегда ставить следующую теху на 4 часа. То есть, где-то здесь. Так, давайте... А, один ход остался. Тогда ладно, тогда не буду ускорять. Леш, а ты уже развязывал свою часть со звезды? Да, вроде. Там немало мест. Да, нет, тут место нормально. Просто не очень удачные для меня планеты, на самом деле. Ну, правда, и Сириус тоже не очень удачные планеты для меня. Сириус тоже, да. Да, ну, поэтому я хочу сюда вернуться и зафигачить спутники. Вообще, Бифокус, я подумал, что это, в принципе, неплохой план на всю оставшуюся жизнь. Нет, ты покупаешь себе игру и к игре покупаешь квартиру. Вот ты можешь это позволить? Тогда молодец. Имеешь право поиграть, в принципе. О, стал колонии, отлично. Так. Что у нас тут? Плюс 75, отлично. Вот так, так, плодородная. Значит, вот эту еще поставим. Так, чувак прокачался. Деньги. Ну, мне кажется, надо на деньги, конечно, в первую очередь, потому что... Блин, тут наука. Нет, давайте деньги. На систему, в планету, на систему. То есть, плюс 15 примерно будет. Потому что надо же колонизировать планету, а у меня колонизация за деньги идет. Ну, пока пацифисты побеждают. Ну, ауригу открыл. И что? Неблагоприятно, неблагоприятно. Уникальная, большая ледяная, неблагоприятно. Слушайте, а почему аурига в Индиспейс 2 ледяная? Так как-то кто-то изучал вообще лор? Почему она тут ледяная? Она же замерзла в конце Эндласс Ледженда. А, то есть она полностью вообще замерзает, и все, конец, да? Ну, там же к катаклизму все идет. Понятно. Что-то я вот это пропустил вообще мимо. Поэтому там по квесту многие пытаются свалить с планеты. Первая часть Индласс Спейса, она была бесплодной. И там другая история была, но Индласс Леджен все поменял. Не знаю, не хочу я пока ничего из этого колонизировать. Вот откровенно. Может, потому что я торможу. Возможно, я не прав. Но, понимаете, колонизировать планету, которая тебе будет минус к несчастью давать, плохо будет развиваться. А минус он на всю империю. То есть сейчас-то у меня в империи счастье. То есть это плюс процент и к деньгам, и к науке. Пусть у меня только две системы. Хочу получше все исследовать. Этих ребят можно ассимилировать. Этих ребят я пока не хочу вообще трогать. Так, давайте-ка мы проапгрейдим корабли. Когда они вернутся в нашу систему. Больше модулей дать. Защиту вообще нафиг убрать, наверное. Да, кстати, это вот у других фракций, за которых я играл, можно вообще везде модули поставить. А видите, у люмерисов не так. Надо защиту обязательно. Ну, хотя, знаете, поставлю-ка я защиту. В принципе, не помешает. Так. Этот пускай только до этой системы летит. Я тут его апну. Деньги, конечно, это будет стоить, кстати, приличных, возможно. Но пока у меня... Сколько вот стоит колонизировать планету? 324. То есть, в принципе... Да, так Андрей писал уже давно, что рассинхрон. Так, время выборов. Ну, у меня пацифистов... Ой, слушайте, я забыл же, что надо бонусы... ...дать. Вот, блин. Тут закон можно провести и дать бонусы. Так, что тут у пацифистов? Плюс 20% на системе вместо Ронета. Этого у меня нету. Плюс 30 счастья и плюс 15 за мир. Ооо. То есть я буду тут в экстазе в постоянном. Знаете, что надо, наверное, вот этот взять. Плюс 4 за жителя. Хотя... У меня жителей сейчас немного. Давайте, наверное, попробуем вот это все-таки счастье. Минус 3 пока пошло, но... Зато... Счастье появится. Гношаст. А что гношасты, кстати, дают? Плюс 50 урон. Ну, какой-то хреновый бонус. Откровенно. Сколько апгрейд стоит? 95. Ну, в принципе, сделаю, потому что мне нужно 324, а мне нужно быстрее рассылать дроны. Так что пока так оставлю. Ну, а чего? Не знаю, чего. Так, открылся... Денюшки. Только один раз может быть построено. Ну, вот давайте построим. Что бесконечный супермаркет 8 денег будет за содержание требовать. Так, люмерис утром. А, вверху. Показать настройки тайны. Так, это мы открыли. Надо следующее ставить. Следующая науку я открываю. Потом... Тут на планетах с ресурсами плюс одна на стерильную. Ну, как-то маловато денег вообще капает. Рынок. Мне вообще надо через деньги играть, как я понимаю. Поэтому давайте рынок откроем. Да и, блин, специализацию планеты на пыль надо бы поставить, конечно. Может, даже вот так сделаем. Сначала... Так, а что вот этот... То, что я добываю вот эту фигню. Багровая спиция еду будет давать на следующем уровне. Ну, ладно. Что-то таймера вообще нету. Походу, еще не продолжился. Влагает игра последнее время. Ну, ты что, может, рассинхрон сделаем? А, это тоже не поможет. Вот ты оптимист. О, какая-то система. Так, и что тут у нас? Неблагоприятная. 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 Кстати, мне вообще варп надо открыть для того, чтобы летать. Не по коридорам. Блин, может, это какую-то колонизировать систему? Все-таки. Давайте подавим Сириус. Ну, фигня же. Ну, минус 10. Минус 5. Минус 20. Минус 15. Минус 20. Катерина от минусов зависит от того, как планеты пригодны для вашей нации. Все, вообще все неблагоприятно. Давайте этим ребятам немножко денег дадим пока. А, ну вот, пошел таймер. Я последний был, поэтому... Вот, закрашены это те, которые благоприятны для колонизации. Крас, в принципе, мне нравится, но он далеко. Как-то совсем далеко. О, уже кто-то 4 звездных системы. Судя по тому, что это красный, это, видимо, Демоник со своими крейверами, да? Я не за красных играю. А у нас два не сгибаемых, это не я. Я, конечно, красный. А может, колонизировал, не знаю. Не, не, нет, баг, наверное. Не, но с два красных, видишь, один более... Красный, другой менее красный, да? Да, тут, не знаю, ну это как... Как вот девочки бы назвали этот цвет, не знаю, как Фуксия, или как он называется? Вот этот красный. Фуксия, Фуксия. Так, у нас тут везде счастье. Что-то я не пойму, как-то странно. Плюс 30 за Альянс. А, черт, так я, наверное, зря использую, по-моему, не работает. Нет, вообще, плюс 20, оптимисты 2, плюс 20 идет. Нет, это биль двойного... Что-то там. Значит, не работает у меня вот этот закон. Он мне сейчас не работает. Можно отменять. А я его не могу отменить. Нет, могу. Давайте что-нибудь другое примем. Давайте, наверное, тогда деньги вот этот. Плюс 4 на половине. Правда, минус 1 за жителя будет. Но, мне кажется, сейчас... Это нормально должно сработать. В следующем ходу надо будет посмотреть. Так, пролетели. Давайте смотреть. 73. Ну, вроде пока работает. Все, блин, плюс 101. Нормально. Давайте, наверное, так колонизируем, блин. Что я буду отыскать? Вкрас уже можно колонизировать. Минус 5 будет. Вот, плюс 10. Минус к науке, но... Тем не менее. Плодородная. Нормально. Колонизирую. Че, говоришь? Че, говоришь? Ребята, у меня в ООН-посту события на хорошем. И появляется, что у него битва идет. Что делать? Кто-нибудь понимает, о чем он? Ну, можно рассинхрон сделать. Может, это из-за рассинхрона. Че, порядка. А никаких бонусов нет за эти уникальные планеты, если их колонизировать? Там, за Уригу, там еще какие-то планеты ты находишь в течение игры. Престиж дается. Есть. Только престиж, все. Ну, там она все-таки мощная. Полетим в эту систему рассылать спутники. Офигася, сафоны где уже летают. А, вот сюда я не послал. Офигася, сафоны где уже летают. Так, астрофинансы, по идее, должен открыться вот этот второй уровень. Так, вышел. Станьте первым, кто войдет под контроль. А, ну это уже кто-то другой сделал. Но я могу. Блин, опять красный, 8 планет уже колонизировал. Трансперсовал, слышишь? Харея, это. Ты давай как-то попроще. В каждой игре все колонизирует. Все везде вперед. Так, значит, берем тут. У меня единственный компонент, собственно, пока. Следующим ходом смогу Орион, например, поставить, улучшаться до следующего уровня. Так, на Форисе... На ресурсах роскоши. Ну, тоже нифига не будет работать пока. Так что поставлю бесконечный супермаркет пока в следующем очереди. Это вот бессмысленно ставить. И мхом. А, я могу специализации делать, точно. Я же открыл специально для этого специализации. Это будет, ну, крайне понятно, что за специализация. Видите, за каждого жителя будут давать плюс денег. Так вообще пока ничего не дают без специализации. А так будут денежки давать. Чем плохо. Я смотрю, у Бифокус, ты и Сириус не стремишься колонизировать. Ну, это тяжело. А, вообще-то я там полетел. А, да, вижу, да. Колонизируется точно. Так, еще какую-то малую фракцию встретил. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Эй, пульсос Интересно, как он в оригинале называется, не по-русски Может, я не правильно прочитал, пульпос, по-моему, называется Как, извините, плохо слышно было Пульпос Или пульпос Ударение, не знаю, куда Пульсос Пульпос Блин, я не понимаю, что ты говоришь, вот честно Пульпос Забей Ладно Вот это бы хотелось бы ассимилировать уже Плюс 5 на аномалии, это прикольно Снова пульпа Не знаю, писали, что не только у Горацио тут есть возможность ассимилировать Так, давайте Сделаем модернизацию До следующего уровня сразу Потому что еда, это очень неплохо Будет быстрее все расти Что за клешня, беспощадный Ну давайте бой Блин, блин, уже двое Надо открывать военные корабли Блин И еще неудачное отступление Слушайте, тут еще есть неудачное отступление, оказывается Да, есть такое Да, есть такое Плюс 6 науки Плюс 6 науки, считайте Трудовые ресурсы и пыль Нормально Блин, плюс 20 науки А на производство на жителя все-таки тоже важно Смотрю, нету ли еще аномалий каких исследовать Вот на кразе И на кразе нету аномалий Блин Что это, парень ко мне летит Очень мне это не нравится А где тут пираты, которые на меня напали Собственно, и уничтожили Во, слушайте Вот это Интересное Блин, ну Производства практически нету Ладно Бушир Вот Вот Бушир 2 Интересная планета Собственно, как и Бушир 3 Вот эту систему я бы колонизировал 480 Тут даже можно не заходя Видеть, что Как бы не очень Планеты Те Они неблагоприятные В общем, Бушир будем колонизировать Будет у меня такая Разрозненная система В разных местах В разных местах Так, ну Два хода Пока подождем О, мне надо уже выбрать Что следующее Открывать Давайте, наверное, в корабли Пойдем Надо уже Против пиратов Что-то предпринимать Так, рынок открыт Давайте глянем Что там на рынке У кого там 40 сверх картошки продано Что там за Какой-то Гипербелорус продает сверх картошку, а? 40 штук Неужели не нужна вообще? Да, на что ее тратить? Сам Ну, на апгрейд колонии Нет, не надо Ну, есть получше Охренеть У чувака уже несколько ресурсов Как минимум И он настолько это Что он Супер картошку продает Да, супер картошка никому не нужна А на тебе нужна была бы Так, можно колонизировать А можно как-то краз ускорить? О, 125 О, 125 Давайте-ка мы культуркой Ускорим колонизацию краза Что? Ресинг надо сделать Ну, давай, Андрей Сделай ресинг Слушайте, вас не смущает Что красные все эти Забирает Нет Все события А кроме красного Это вы еще Кого-нибудь не смущает? Нет Ну, тогда ладно Так Давайте, значит Бушир Колонизируем И Ускор Я вообще хотел Казар ускорить Что-то я не вижу ускорения Было 7 ходов И осталось 7 ходов Так, бонус к движению После военных кораблей Давайте дальше в экономику углубимся Улучшение системы Улучшение системы Нет, это фигня Какая-то Клонизация газовых гигантов Неинтересно Вот торговые компании Мне нужны явно Так, а потом Кампус рабочих Наверное Это безвредное промышленное производство Что-то я У меня было 7 ходов колонизации Ускорило его культуру И осталось 7 ходов колонизации Это нормально? Ну, культура Она же Что она там дает По-моему, кораблики Больше еды возят Плюс 100% Миграции на систему Ну вот По-моему, что-то такое А когда ты за денежку Ускоряешь То это ты непосредственно Само ускоряешь Само строительство Это вам поста Так, вот Теперь я могу корабли строить Сразу может И у Бриг Улучшим Двигатели Лучше Лучше Двигатель Не знаю, что-то Поменялось ли что-то Но 3 Так, пока так 150 вход Теневая налоговая инспекция Ну, вот у меня 150 У меня 206 Уже вход Вот, 200 получил Так, на Форисе Что мы построим Тоже давайте Парочку Давайте Смотрите, что там На рынке происходит Больше никто Ничего не продает Упу Упу Но у меня больше Нету Вариантов Кроме как Этих Ребят Всех Потому что Колонизировать Нормальных планет Нету По-моему По-моему Скромному мнению Я вот не вижу Тут открыто Это место Или нет По-моему Я сегодня Запускал Так Люмерисы Еще вот мне Лаву бы Как-то Колонизировать Так Достигните 20% Промышленника В вашем Сенате Увеличьте Число Экологов В Сенате Либо Безопасные Улицы Что 15 Частья На системы Штаб-квартиры Торговой Компании И плюс Одно влияние За жителей Либо 25% Производства При экстазе И все равно Одно влияние Ну давайте Вот это Промышленников Попробуем Увеличить Так 75% Считами У меня нету Считов У меня только Обшивка Так что Давайте Оставим Плюс 55% Поглощения Обшивки На корабль Убедительная Победа Отлично Так Теневая Налоговая Плюс 30% Золото На систему Теневая 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 так полетели в бушир там были какие-то аномалии надо с ними разобраться но низкий уровень трудовых ресурсов до маловато войск для пополнения флотов и заселения звездных систем есть такое полетели тут пиратов искать еще 40 тонн титана кто-то 40 тонн титана еще продал еще сверх картошки продала там кто-то вообще если в ресурсах купается как скрош макдак в монетках так какие мне планеты надо колонизировать лава пепловая среднеземноморская пепловая пепловая лава среднеземноморская первых среднеземноморская для начала а так она уже есть отличный счет пепловая надо вот фильтрация атмосферы ну пока все так Так, как раз стал мой сам, что вообще-то я никого не встретил еще, кроме сафонов. Семь человек играет. Где люди, непонятно. Так, какую планету колонизировать? Тут минус 20 счастья будет. Тут только минус 5. В принципе... В принципе, нормально. О каком балансе речь? Балансовая игрушка. Ты, в общем-то, свою собственную аномалию не до конца изучил. Тихо, ещем. В общем, мы не вкатем. Тихо, ещем. Тихо. 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 странно что у меня нет вообще других никаких квестов только идет квест фракции все что мне вообще надо альянс открыть и попытаться как-то в дружбе в альянсе там будет у меня бонусы за это дело играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры